Здравствуйте! Сегодня вам расскажу про три отличных томата, которые я выращивала в теплице и урожайность у них очень высокая. В этом году буду сеять очень много томатов, но для себя выбрала самый лучший и первый из них это райское наслаждение. Высота растения в среднем до полутора метров, это что имеется ввиду в теплицах. В открытом грунте я данный сорт не выращивала, поэтому по открытому грунту я вам ничего посоветовать не могу, но в теплице он растет просто отлично. Это среднеспелый томат в теплице, именно в Сибири созревает в конце июля, то есть если поздний, то они созревают у нас где-то примерно в середине, в конце августа. Среднеспелый это конец июля, начало августа. Масса плодов до 500 грамм в среднем. У меня томаты были и по 600 грамм, все зависит от выращивания. Я выращивала в один ствол и дальше уже обрывала все пасынки. Вырастает очень крупными, обязательно нужно подвязывать к крепкой опоре. У меня было подвязано аж к арматуре, потому что плоды очень крупные и сам томат падал. Выращивала всего два куста данного сорта. Плоды очень крупные, мясистые, вкусные. Высеивала на рассаду в начале марта и высаживала уже в теплицу в середине мая. Выращиваю данный сорт специально для томатной пасты и соков, которые заготавливаю осенью. Следующий томат это дикая роза. Отличный томат, высокорослый и это тоже среднеспелый томат. Созревает примерно в конце июля, в начале августа. Масса каждого плода примерно 200-400 грамм в среднем. Первые плоды у него очень крупные, примерно 400-450 грамм. И последующие уже уходят до 200 грамм в среднем. Выращивала томат также в теплице, очень вкусный, но высокорослый. Тоже требует и подвязки, и посынкования. Обязательно подвязывайте такого сорта томата именно к крепкой опоре, так как плоды у них очень крупные, их очень много. В данный момент вы видите томаты это дикая роза. Это последние томаты, которые были собраны с данного сорта. Мне нравится данный сорт томатов именно за то, что он не привередлив именно в выращивании. После обрыва пасынков он спокойно растет вверх, но самое главное его нужно прищипнуть, чтобы вся сила пошла уже в томаты. Прищипывала я его примерно в середине июля и не давала дальше уже разрастаться. Если его выращивать в тени, то он будет вырастать до 2 метров спокойно. Я выращивала его на солнечной стороне и примерно он вырастает 160-170 сантиметров. Это в среднем. И еще один томат, который я посажу обязательно в теплице, это вишенка розовая. Вырастает примерно до 170-180 сантиметров. Это было так заявлено на упаковке, но у меня он разросся до таких размеров, что пришлось его прищипывать. Прищипывала я примерно в конце июля, так же, как и все свои томаты, которые были высокорослые и росли в теплице. Вишенка, она среднеспелый сор, созревает примерно на 120-й день. Сами томаты примерно до 25 грамм. Для черри это просто идеально. Вот такие вкусные, сочные и яркие томаты мы ели в прошлом году. Я обязательно буду выращивать их в 23 сезоне. Посмотрите, как усыпан именно этот куст. Выращивала всего лишь один куст томата. И вот ввела его в три ствола. Он просто идеален, если вы выращиваете именно таким способом. Посмотрите, сколько томатов. Это уже половина собрана. То есть было еще намного больше. На рассаду высаживала сразу в пол-литровые стаканы. Это тоже самый лучший способ, потому что эти высокорослые томаты, они вытягиваются и лучше их держать, конечно, под подсветкой. Подсветка у меня была 35 ватт. Вот эти три томата буду обязательно выращивать в 23 сезоне. Вишенка розовая, дикая роза и райское наслаждение. Всем советую выращивать. На сегодня это все. Заходите на мой канал. Всем спасибо и до свидания.